ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая уже не лайтовая дорога. О, еще один брякнулся. В камень упирается колесо. Ух ты! Нормально так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туда толкаем. Хорошо. А, красиво как. Да. Вот наверняка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. С вами Андрей Каспер. Уже поздняя ночь. Мы находимся на подступах к Джилусу. Но никак не можем преодолеть этот последний подъем и выбраться на асфальт. Встряли так встряли. Становится ясно, что сегодня домой мы уже не попадем. Но, надеюсь, мы сможем его преодолеть и выбраться наверх полным составом. И все-таки мы поехали на Джилусу. Дорога начинает быть интересной. Начался нескончаемый дождь, который лил на протяжении всей поездки. То есть чуть-чуть утихая, то возобновляясь с новой силой. В составе нашей экспедиции 10 автомобилей. Три практически стоковых шеви-нивы, шесть нив разной степени подготовленности и один бодрый УАЗ. От подножия плата-конжол мы стартовали в 16.30. Нам предстояло преодолеть около 40 километров горных и полевых дорог. Несколько раз пересечь реку, а местами встрять в полное бездорожье. Мы наивно надеялись выехать на трассу до темна. Не тут-то было. Сегодня мы домой уже не вернемся. И уже спустя несколько километров довольно плотно грунтовая дорога превратилась в размытое поле. Да ладно. Да ладно. Все уже встали. Становится все веселее и веселее. Плюс дождь, конечно, все портит. Портит всю картину. Ух, хорошо садится. Неправильно выбранный маршрут. Причинаю застреваний. Это, скорее всего, выйдет. Нет, тут глубоко просто. Потянем? Да, конечно. Не выходит. Надо было ехать, как все. А он поглубже нашел место. Да, да, да. Ну что, цепляйте трос. Хорошая грязь была. Колею прям нарезал. Бодренько. Повеселей, чем слева, где все проехали. Грязевые подъемы начались. Если бы не дождь, то залетели бы пулей. А вот с дождем надо уже постагнаться. Да нет, пока все поднимаются по подъему. Ага. Ну, тут начались приключения. Пока еще никто не травился. Все пытаются проскочить так. В лед. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, а после грязевого поля пошли длинные, затяжные, каменистые спуски. С крупными камнями. Ну, с каждым километром, я понимаю, что у нас обратного пути уже нет. Все меньше и меньше шансов. Да. Хорошие такие спуски здесь. А горы все выше, а горы все круче. О, еще один брякнулся. Красиво прошел. И побоялся камня. Второй такой. Отлично. Хороший клейринг. Такая. Уже не лайтовая дорога. Даже на спуск сложно. Подниматься тут вообще по той скачу. Впереди очень красиво, но нас ждет коварный путь. Самое сложное только начинается. Серьезное место. Может свистеть. Такие хорошие камушки начинаются. А вот это не листованный. Долбанется порогом или нет? Не, вроде проходит нормально. Ну-ка. А вот здесь больше бьются, чем там. Под рычагом прям проходит, а? Нет. Ну, прошла. Ну, прошла нормально. Так. Ну, че, товарищи? Впереди река. А че, не провалился в колею? Я думаю, ты в колею бомбанешься. Ага. Оп. Давай, прям в колею. Так же веселей. Во. Обижать не в нашем стиле. Река Африканская конка течет. Река Африканская конка течет. Река Африканская конка течет. Река Африканская конка течет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не хватает все-таки Ниви, нормальной передней или задней блокировки Ну раз корячился, а? В камень уперся, только назад Ух ты! Ты в камень упираешься! В камень упирается колесо! Ага, проскочил. Ну тоже вариант Ему показать надо, он сейчас будет опять Лучше пропусти кого-нибудь, потом зацепят и вытащим Травить надо резину уже, грязь Какая разница, стравить до 1,2 пойдет Ну вот народ наконец-то начинает травиться До этого момента большинство водителей не травило колеса Потому что шли на спуск по огромным острым камням Еще! Дай, дай, дай! Да наваливай, наваливай! Ого! Вот это он приехал Качественно! Шикарный маршрут выбрал! Офигенно! Назад надо тушить, вперед я думаю не стоит Вперед он оторвет что-нибудь Ух ты! Если привод сломался мы его не вытащим Ты это третий раз, да? Дерни, дерни! Пусть не ломает, дерни! Ну хрустит, такое чувство, как привод Не, не едь! Скажи пусть не едь, сейчас дернут! Не пусть не ломает! Тут красиво севший шевик Прям приехал! Прям идеальный выбрал маршрут Это новое слово в рывковом тросе, да? Это новый вид рывкового троса Бомба, бомба! Перемотанный канат Но завязан хорошо на концах Старались! Ну я вижу, да! Мощненький! Что, сейчас все вытащат с разгона еще попробуешь разочек? Здесь же! А че нет? На видео давай! Но самое главное Что все это происходит в шикарном месте В горах Под дождем Круто! 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 Ищем альтернативные пути обхода по травочке накатываем новые дороги пока ты склонный холма настолько скользкий, что даже человеку сложно удержаться на ногах кто же тут говорить о машинках, которые отказываются ехать вверх готов? пока нет садись заднюю ключишка всегда готов? соглашается глянь, глянь, глянь давай, горем глянь, глянь давай! глянь, глянь глянь бля вскорное глянь Да пусть уже едет. Давай назад. Газу, 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 газу. Да газу давай сильнее. Да чёрт он так засаживается. У него кажется задний привод уже не работает. Тогда всё. Он останется жить здесь. В горах. А его теперь вперёд надо тащить. Сейчас его назад ещё надо. Ну понеслась. А вы никакую не отпускай. Заднего привода на Белой Неве уже нет. На Белой Неве это уже третья поломка за сегодня. Те, кто смотрел первую часть, знают, что вначале у неё пробилось колесо. Затем оборвался провод датчику коленчатого вала. И вот сейчас полетел блок сателлита в заднем мосту. О, застрял похоже. Нафигеть. А и резина у него мощная грязевая. Все поднялись, он нет. Нафигеть. Надо на ровно выехать и с разгона ему газануть. Скажи, пусть задом сдаст на ровно и с разгону. А впереди нас ждал мощный реальный подъём по крупным камням. Уже наш турман. Хорошо, когда же наш турман. Покажет наилучшую дорогу. Как ваши ощущения? Офигенно, особенно когда сливается. Нифигасе, как горело, воняет сцепление. Пожог. Капитально пожог. Чиркнулся сколько раз надо говорить? Чиркнулся сколько раз. Ага кто тут? Ну вот туда. Вот сюда. Всё. Офигенный триал такой. Особенно для стоковых машин. Фух и тут стопление воняет. Ребята, первый ближайший вперёд. Да. Такой приличный перепад высот. Вот сейчас передаётся реальный уклон. Фотоаппарат по уровню. Опускаю его вдоль дороги. И поехали. Офигеть. Какие шикарные виды. Ради этого стоило ехать. Дымка, туман. Где-то вдали даже лежит снег. Да, наверхушка гор лежит снег. А здесь нам открываются шикарные панорамы. И наша белая нивка справляется всё-таки с маршрутом. Вдали течёт река. Нам надо спускаться на её уровень. Столько забирались и опять спускаться. Ну чё, тут спуск крутой. Тоже так. Шевик не может проехать. Не получилось у него пересечь. Я пропустил что-то интересное. Штурм брода задом. Чтобы не залить капот. Не попала в вода воздушный фильтр. Ого. Нормально так. Ну, в общем, ничего. Задом хорошо проходит. Хорошо, что сегодня брод не очень глубокий. А неделю назад из-за сильных дождей уровень воды в реке в этом месте был значительно выше. И при штурме брода утопили шовинилы. Об этом нас предупреждали ребята глупо. Реально покатушенные. Поэтому, на всякий случай, при пересечении брода мы, конечно, уже осторожимся. Стой, 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 подожди. Собираюсь через речку в УАЗе. Придется ему проехать еще раз, чтобы я его снял на бис. Не, я помню, я снимаю бис. А 08-го кто почистил? А? А 08-го кто почистил? На переднем приводе рискнул. Зря. УАЗу все-таки приходится вернуться, чтобы переправить через реку переднеприводную Ниву. Нормально прошли. Ого. Ого. Как он без боязни на капот мочит. Река преодолена. У нас сама сложная. Еще впереди. Сейчас будет залетать. А нет, взлететь не удалось. Или удалось, но не всем. Наша Нивка заезжает. Красавец. УАЗик пытается залететь с прицепом. Здесь продолжаются штурмы. Не идет. Единственный чемпион, который сам заехал на Ниве. Остальные все поехали в объезд холма по дороге. 3 июня. Находимся в районе Джилусу. Рядом с нами в горах еще лежит снег. У реки еще остались шевики. Вот так вот они в отдалении. Показывается первый шевик. Он сразу поехал по дороге. Не стал взбираться на склон. Ага. Типа так лучше? По травке. Ежик по травке бежит и хохочет. А там у ребят какие-то засады с подъемом. Похоже он. Про этот подъем нам и говорили, что он большой, длинный, сложный, затяжной подъем. Третий шевик. Попытался подняться здесь на этот холм, но не смог. Заезжает по дороге. Второй тоже заехал. Второй тоже по дороге заехал. По этой все по дороге. Ну по дороге, да. Нижний Новгород. В экстрим попали. Хотели по лайду сегодня прокатиться. Не довелось. Впереди очень сложный, затяжной грязевый подъем. Несколько машин заехало. Сейчас УАЗ тянул Ниву, которая на переднем приводе. Все, застряли посередине. Нива закипела. О, даже отсюда видно, как она парит. Нифига себе. На виды прям бомба. Там еще есть кто-нибудь? В общем, сам Эпик снять не удастся. Все проехали и получили меня внизу подъема. Никто не подобрал. Прусть пешком. Тяжело. Около трех километров высота. Нагрузочка капитальная. А в то время, пока я поднимаюсь, здесь разгорается нешуточная борьба по покорению подъема. Стой! Мужики! Давай еще! Давай еще! Давай еще! Давай еще! Там с Шевиком какие-то засады. Не может заехать. Его уже заталкивают. Но, к сожалению, репортаж не с места событий. А в паре сотен метров дальше. Пошел второй шеяк. Надеюсь, траекторию знает. Заберется в просе. Третий шеяк. Бьются там чем-то капитально. Но заезжают похоже. Встал? Затолкали. Давай! Есть! Все худо-бедно поднялись. Но остался только Патриот с прицепчиком. Патриот не может забраться. Почти заехал. А в конце не может. Даже несет его боком. Вазик пошел по колее. Смог. Выбрался. Красиво как. Носит его. Все. Осталась одна Нива. Которая с передним приводом. За белой Нивой спускается герой сегодняшнего дня. Данил на бордовой Ниве. Если бы не он, вытянуть бы эту Ниву не удалось. Идет. Получается. Дорога тут пипец. Одни сплошные камни. Сплошные камни. Получается. Тянет. Красавец. Попробуй. Как опускал. Посмотрите. Пожалуйста. Вон. Посмотри. Он не выскочил. Его порвало. Да. Его порвало на две части. Да. Ухранник закрытый сейчас? Уже четвертая потеря. Порвало патрубок. Подожди. На охлаждение. Давайте Чопик сюда засунем. Да подождите. А если сейчас туда что-нибудь засунут пробку его. Ихмот. И все ебать. И он поедет до самого кисловодска сам. Впереди предстоит преодолеть еще. Такой подъем. Крутой грязевой уклон. Под дождиком. Да. Мокрые все. Я тоже весь мокрый. Несмотря на то, что там в дождевике, в сапоках. Но и промочил. Сам весь мокрый. Люди тут вообще ходят насквозь мокрые. Так что попали мы на приключения. Круто. Мимо тянет Шевика. Хотя мне кажется, что он сам едет. Трос не натянут. О, а теперь встал Шевик. Сейчас пойдет на тросу. В общем, жесть. Не успели мы до ночи выехать на асфальт. Так, Шевик пробует сам. У него МТшная резина. Вполне возможно, что зайдет. Ну, пока неплохо получается. Давай-давай-давай, не сбавляй газ. Отлично идет. Отважная Нивка затаскивает следующего. Шевик на поводочке. Узнаем. Нижний Новгород. Пошел. На подъем. Последний рывок. Вытаскиваем переднеприводную Ниву. Ах ты, блин, не идет, похоже. Офигеть. Какая нагрузка бешеная там. Справляется. Все. Победили. Победили наверху. Осталось немного, но неизвестно какой дороги. Надеюсь, это было самое сложное. Тащим в гору. Хорошо пошлип. Надеюсь, запала до конца подъема хватит. Хрен на себе, как они тут доехали. Или идем. Еще и сносят на бок. Так, следующие за нами машинки не доехали. Не хватило мощи. Очень сложный подъем. Очень. Со стороны казался вроде ни о чем. А тут пипец как, когда заезжали непосредственно сами. Стаскивало вообще жесть. Ух ты. Мне вот что-то получается пробиться. Молодец. Смог. Я думал в самый низ поедет. А здесь женщина с грудными детьми. Смог. 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 Два ребенка сегодня. Походь рядом опаснее. На территории американские горки. Да, грязь такая хорошо. Раскисла прям дорога. На улице холодно. Все мокрые. Ноги промокшие. Грязные. Мокрые. Но едем. Мужественно едем. Отступать некуда. Назад дороги нет. Скажите в двух словах ваши впечатления по катушке. Отличные. Такие должны быть по катушке. Да. Чтоб ломалась. Ехали. Водитель насмерть поломанной Нивы. Весь на позитиве. Говорит для того и покупал ее. Чтобы ездить. Ломаться и снова ездить. Как ваше впечатление от поездки? Отлично. Нет? Да, да, да. Зажигательный такой. Чувства сожаления нет, что поехали? Нет, конечно. Одни позитивные эмоции. Все. Ребенок, он уже спит в изображении. Ну все, красавчик. Молодец. Вернулись назад. Одного шевика стянуло. Куда-то в колею. Можешь назад попробовать. Другим шевикам пока не удается его вытащить. Снимают трос. Будут дергать назад. Там уже не до асфальта. Наши передовики уже доехали до асфальта. Спросили их по рации. Кричат. Вышли целуют асфальт. Да, наши группы целуют асфальт. arsenoshisе. Плевоп Snake Zaki Плевоп elt Газ Освободили. Теперь вперед давай, вперед. Да давайте назад его лучше. Нет, он его сносит опять вниз. Его надо на верхнюю колею вывести. Да, давайте зацепим, на верхнюю колею вытащим и все. Ну видишь, у него резина все-таки, резина крепет. Не торопись, не торопись, сейчас. Стаскиваем назад, будем переводить на верхнюю колею. Уже 20 минут один отстава, а мы все бьемся. Шевик смог, шевик едет. Асфальт уже скоро, но ребята из Нижнего Новгорода не скоро забудут эту поездку. Начиналось как даже не лайт, а легче лайта. И закончилось так по-серьезки. Ура, мы спускаемся к асфальту. Впереди показался шикарный дорожный знак, уступи дорогу. Даже за ушами. Так, а что тут написано? Асфальт, милый асфальт. Как долго мы к тебе добирались? И наконец-то мы здесь. Пол одиннадцатого ночи. Впереди предстоит поездка по асфальту. В районе двух с половиной часов. Это получается, дома будем мы не раньше часа. Так как на такую длительную поездку никто не рассчитывал, то у некоторых экипажей закончился бензин. А закончился бензин у Бордовой Нивы. Вот и подходит к завершению наш затянувшийся день. Мы в пути с восьми утра. На преодоление участка 40 километров от плата Канжол до долины Джилусу мы потратили шесть часов. Сегодня все показали себя отлично. И Данил на Бордовой Ниве, который многим помог преодолеть последний подъем. И ребята, которые при этом толкали машины. И неудовающий водитель в хлам сломанной Нивы. И даже дети. Кстати, на обратном пути у Белой Нивы случилась пятая поломка. Разбила главную пару. Но каким-то чудом Нива все-таки смогла доехать до дома сама, а не на Волкаторе. Ну а если вам понравился фильм, то ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. До встречи на канале. С вами был Андрей Каспер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok